Привет, дружище! Меня зовут Саша, ты на канале Князь, и сегодня у нас выходит достаточно ламповое, я даже не знаю, как сказать, скорее домашнее видео. И вторая часть данного видео, в принципе, наверное, большинству из вас не зайдёт, потому что это будет касаться именно гильдии хулиганов и конкурса, который будет проходить в гильдии хулиганов. Но, опять же, первая часть видео, наверное, будет интересна всем. Ну, хотя не факт тоже. Просто хотелось бы объявить, да, что, ребятушки, есть некие традиции в битве замков, которые хотелось бы соблюдать. Они не обязательны, но, тем не менее, традиция заключается в том, что устраивается флешмоб на Новый Год, и что подразумевает под собой флешмоб. Уже были какие-то объявления и в ВКонтакте, и в клубе игроков Castle Clash, вот я тоже на Ютубе записываю данное видео. Фишечка заключается в том, что в новогодние праздники, на время битвы гильдий, если, ребятушки, у вас есть желание, возможность, то просто не ставьте героев в защиту. Или поставьте каких-то новогодних героев, по типу Деда Мороза, Снегурочки. У нас, кстати, есть Снегурочка, но, в принципе, у нас каждый месяц добавляется по два новых героя. Я не удивлюсь, если добавят Снегурочку, Лешего, потому что, в любом случае, когда-то фантазия у разработчиков окончательно остановится, и будет все достаточно грустно. Вот. Просто это делается для того, чтобы, к примеру, ну, просто отдохнуть с семьей, ничего не делать и не париться по поводу гильдии. И не нужно думать только о себе. В первую очередь, тот, кто делает флешмоб, тот, кто не ставит защиту на битве гильдии, он делает подарок остальным игрокам, которым он, в принципе, экономит время и позволяет провести праздники более, скажем так, как бы вам объяснить. Смотрите, хорошо провести праздники, не знаю, как объяснить. Это делается подарок, и потому, пожалуйста, не надо, как в прошлые года, устраивать срачи. Какая-то гильдия сняла защиту, какая-то гильдия не сняла защиту, это все лишнее. Давайте обойдемся без этого, тем более, вы сами знаете, что, как бы, битва гильдии сейчас дышит наладом, и не всегда и не у всех она бывает интересной, и уже нету таких подковерных войн, как это было раньше. Потому в честь праздника не будем устраивать лишние срачи, и устраним все недопонимания. Это же дело добровольное, хочешь, держишь защиту, хочешь, нет. Кстати, гильдия хулиганов участвует во флешмобе, но участвует 2 и 5 числа. То есть это четверг 2 и 5 воскресенье. В принципе, могли бы и участвовать 29-го, но, как бы, решили 2 и 5-го. Вот такие вот дела. 2 и 5 числа у хулиганов не будет защиты. Кстати говоря, если вдруг кто-то хочет вступить в нашу хорошую и дружную гильдию, то мы с удовольствием примем. В принципе, от 750 тысяч силы обращайтесь в Телеграм к Сереге, смс 83. Классный мужик, вот, ничего себе не отказывайте, ждем вас в своем дружном коллективе. И да, еще я забыл упомянуть тот факт, сейчас посмотрим. Я думаю, что тоже этим займусь. Нужна какая-то новогодняя расстановка. То есть можете защиту, конечно, не держать, можете ее держать, можете делать что с ней угодно. Но если, к примеру, каждый из вас, из меня, из вас, из их, возьмет и сделает какую-нибудь красивую расстановку, связанную с Новым Годом, то это будет невероятно круто. Я обязательно этим займусь. Я надеюсь, что чем ближе будут праздники, тем больше будет крутых, прикольных елочек стоять на базе у игроков. Так что давай присоединяйся, может быть, потом какой-нибудь конкурс по поводу этого замутим. Я не знаю, посмотрим, как у нас будет с настроением. Ну а сейчас переходим уже к домашней части данного видео. И она заключается в том, что у нас в гильдии хулиганы. Кстати, хулиганы, кто смотрит видосы, привет. Для вас сейчас будет важная информация. Надеюсь, Серега текстовый вариант тоже продублирует. Просто я уверен, что не у всех в гильдии есть желание смотреть на мою ржавую рожу. Не знаю, почему ржавую, но, допустим, ржавую. Вот. И, как бы, может, кого-то голос мой бесит, еще что-нибудь. Потому, как бы, Серега, продублируй это, пожалуйста, текстово. Ну а я, как бы, в видеоформате продублирую. Смотрите, в чем заключается фишечка. Новогодний конкурс. Просто опа, опа. Смотрите, конкурс хулиганов на Новый год, друзья. И он достаточно простой, а, может быть, для кого-то будет и сложный. К примеру, я не знаю всех ответов на эти вопросы. Но, тем не менее, может быть, тоже попытаюсь поучаствовать. А, может быть, и нет. Но не суть. Устраивается праздничный конкурс. Смотрите. Итак, друзья. Гильдия хулиганы объявляет конкурс среди сагильдийцев. Суть конкурса такова. Будут озвучены несколько вопросов. Среди тех, кто правильно ответит на все вопросы, будут разыграны следующие призы. Первое место – большой пак. Второе место – средний пак. Третье место – средний пак. Четвертое место – маленький пак. Победители будут выбраны рандомно 31 декабря. А что вам нужно сделать? В комментариях ответить на все вопросы и оставить свой игровой ник. Вопросы будут простые, особенно для тех, кто часто находится в гильдийском чате. Самой игры они касаться практически не будут. Теперь перейдем к вопросам. Фишечка заключается в том, что вам нужно ответить правильно на вопросы. И среди тех ребят, кто ответил на эти вопросы правильно, будет выбираться победитель. Если человек ответил на вопрос неправильно, то он пролетает мимо данного конкурса. Я считаю это честно, тем более вопросы веселые, интересные. И почему бы, знаете, не внести в наш дружный коллектив толику азарта, тем более пообсуждать это все дело в чате, поржать с этого всего. Так что погнали, ребятушки, по вопросам. Самый простой вопрос – в каком году была организована гильдия хулиганы? Точную дату не спрашиваем, так как в гильдии есть новички, и они этого знать не могут. Это первый вопрос, и вы, хулиганы, переходите по этой ребятушке ссылочке. Тут гугл форума, и вы все это, в принципе, заполняете. Главное, не забудьте указать ваш игровой ник. А я 31 декабря обещаю, что проведу стрим. И мы вместе с вами определим рандомным образом среди тех, кто все это дело правильно проотвечал, победителей. Главное, чтобы хотя бы 4 человека набралось, кто правильно ответит на вопрос. Но я уверен, что вы там в чате, в чате с друг дружкой, там друг другу поможете. Все-таки это, Dream Team, ребята, да, как бы, вот, общим разумом. А может быть и нет, может быть конкуренция будет. Второй вопрос, в гильдии, а точнее в чате гильдии, у нас есть штатный танцор. Всегда радует нас своими зажигательными танцами, а наших девушек и еще своей сексуальной волосатой грудью. Кто это? Назовите ник или имя игрока. Тут можно в шутку его спросить, сколько он спиздил шпал за свою жизнь. Вот такая вот маленькая подсказочка. Это был второй вопрос, и тут как бы нужно уже развернуто ответить. Третий вопрос. Также в гильдии есть штатный врач. Очень часто сагильдийцы обращаются к нашему врачу за помощью, ведь мужская половина гильдии нуждается в этом практически ежедневно. Хотя специфика не имеет отношения к мужчинам. Назовите имя или ник игрока и то, что просят его скинуть в чат. Это, ребятушки, был третий вопрос, и здесь просто берете и заполняете ответики. В гильдии есть игрок, который ставит будильник на 3 часа ночи и выпускает героев за всех дальневосточных сагильдийцев. Назовите имя или ник. Четвертый вопросик только что прозвучал. Пятый вопрос. В гильдии есть девушки, да, у нас есть девушки, и как бы классно. Так что, ребятушки, набор от 70... 750 тысяч, друзья, набор. В гильдии есть девушки, любительницы животных. Одна из них просто обожает кошек породы Мэйн Кун. Другая девушка, любитель собак японской породы, которая произошла с японского острова Хансю. Назовите имена или ники этих девушек. Вот так вот, ребятушки. Идем дальше. Шестой вопрос. Наш старый сагильдийец, который чаще всех выходит из чата, в основном по пятницам, и возвращается в чат только после воскресной битвы гильдии. Назовите имя или ник. Идем дальше. Седьмой вопрос. Главный белорус гильдии и практически правая рука Лукашенко. Назовите имя или ник. То есть, по сути, эти вопросы направлены для того, чтобы узнать лучше друг друга. Вдруг кто-то еще до конца не все знает. Ну, реально, для тех, кто тусует в чате постоянно, следит за ним, это все очень легко. То есть, тут, по сути, мы отгадываем друг друга, личности, те, которые находятся в гильдии. Восьмой вопрос. В Штатах? В США? В Соединенных Штатах? Наша гильдия представлена своим радиоведущим. А еще ему постоянно чего-то не хватает. Назовите имя или ник. Девятый вопрос. В гильдии у нас есть игрок, специалист по подземкам. Очень многим игрокам он помогает уже долгое время. Назовите имя или ник. Ну, все, в принципе, стандартно. Десятый вопрос. У кого из сагильдийцев совсем недавно дочка выиграла чемпионат России по хип-хоп танцам? Да, да, ребятушки, не все так просто. Назовите имя или ник игрока. Ну, а я от своего имени, никому неизвестного, хотел бы поздравить. Слушайте, молодец. Чемпионат России по хип-хоп танцам. Ёппи. Уу. Одиннадцатый вопрос. В нашей гильдии есть шеф-повар московского ресторана, победитель многих кулинарных конкурсов. Назовите имя или ник игрока. Одиннадцатый вопрос. Так что, кому известно, называем ник. А я напоминаю, все молодые повара битвы замков, те, кто проживают в Москве или Подмосковье, набор в гильдию хулигана от 750 тысяч силы, и у вас появится маленькая возможность познакомиться с хорошим шеф-поваром крутого ресторана Москвы, и, возможно, хватит-хватит устроиться на работу или на практику. Ну, вы понимаете. Я, как человеку, отработавшую 10 лет в ресторанном бизнесе, могу сказать, что всякие, всякие варианты бывают, вот. Но кухня сближает. Идем дальше. И последний, двенадцатый вопрос. Перечислите ники или имена всех девушек гильдии. Да, девушкам нужно делать отдельное внимание. Вот такие вопросики, ребятушки, дорогие мои хулиганы. Берем, просто отвечаем на вопросы. Ссылку на эту гугл-форуму вы знаете, где найдете. У нас в чатике. И чё? А 31-го? Я пока не знаю, во сколько. Во сколько жена разрешит. Запущу стрим по битве замков. Новогодний стрим. И там заодно определим победителей в начале стрима в прямом эфире. И узнаем, кто же у нас выиграл. Ну и хотелось бы сказать. Плевать там. Призы, не призы. Главное участие и хорошее настроение. А, кстати, есть те люди, кто не из хулиганов и досмотрел видео до конца? Если есть, напишите в комментариях. Вам же всем пожелаю огромнейшей удачи. Неважно из какой вы гильдии. Давайте там флешмобики, не флешмобики. Добровольно. Вот. Но принудительно давайте елочку сделаем у себя на базе. Или Деда Мороза пьяного нафигачим из забора. Ну, ни в чем себе не отказывайте. Фантазия у всех разная. Всех с наступающим. И пока.